В эти минуты на площадке Ледового дворца спорта «Кристалл» Саратовский автодор принимает эстонскую команду «Тарту-Рок». Встреча проходит в рамках первого матча ТОП-16 Кубка вызова «ФИБА». Подробнее об этом и других событиях спортивного Саратова узнаем у Александра Филина. Александр, вам слово. Спасибо, Елена. Это уже вторая домашняя игра саратовских баскетболистов. Первая встреча в этом году закончилась победой автодора над казанским «Униксом». Счет игры 87-69. Сначала инициативой владели гости, но ко второму перерыву саратовцы подошли с преимуществом в 7 очков – 36-29. Далее наши баскетболисты лишь увеличивали разрыв. За минуту 57 секунд до конца игры разница составила 20 очков. В итоге хозяева выиграли. Самым результативным у саратовцев стал Кирилл Фисенко – 23 очка. Первые победы одержали и мини-футболисты «Зенита Саратов», выиграв в Невинном Иске в Ставропольском крае у Грозненского «Беркута» – 10-3 и 11-2. В первых таймах обоих матчей игроки «Беркута» оказывали саратовцам сопротивление, проигрывая 2-4. После перерыва преимущество нашей команды было очевидным – 6-1 и 7-0 соответственно. Сейчас саратовская команда «Зенит Саратов» вернулась в борьбу за места в плей-офф. Набрав 16 очков, занимает седьмое место. 24 и 25 января «Зенит Саратов» принимает лидера высшей лиги якутского «Алмаз Алроса». Матчи пройдут в 16 и 15-0 в фоке юбилейной. Не порадовали своих болельщиков саратовские волейболистки. В упорной борьбе «Протон» проиграл в гостях «Омички» – 3-2. Самым результативным игроком матча среди саратовчанок стала Дарья Исаева – 24 очка. На втором месте Нелли Алишева – 20 очков. В конце первого периода перевес был на стороне «Протона» – 26-24. В следующих трех периодах две победы были за «Омичкой», одна за гостями. Но судьба игры решилась в заключительной партии. Итог 15-12 в пользу хозяек и победа «Омички» в матче. По итогам игры 11-го тура «Протон» по-прежнему остается на седьмом месте в Суперлиге с 10 очками. На сегодня это все о спортивных событиях города. Увидимся в следующем выпуске «Спортобзора». Спасибо, Александр. Субтитры создавал DimaTorzok